всем привет и сегодня я хочу провести сравнение вот этих двух код монобанк и приватбанк чем их плюсы и минусы готовьте покушать готовьте кофе или чай и приятного просмотра и да мне 17 лет и сравнивать не будем только именно те фишки и на те функции которые может предоставить банк на данный момент монобанк первый в украине банк без отделений монобанк был сделан специально для universal банка по сути это отдельный мобайл продукт со своим брендами со своими условиями и да он выгоднее чем другие украинские банки за счет отсутствия своей инфраструктуры о карте приватбанка я думаю вам рассказывать не стоит потому что это уже довольно скрученный банк и нашей стране и единственное что я могу сказать это то что до 18 лет как мне сказали в отделении я могу получить только вот эту карточку а вот этот банк то есть монобанк только начинает набирать обороты нашей стране и первое чем бы хотелось заикнуться это снятие наличных в приватбанке будет сниматься один процент при снятии наличных как бы вы можете сказать ну мол ну и что это же мало ну что там с каждой сотки у тебя будет сниматься под наигрывание типа мол тебе что жалко ты что зло если брать монобанк то него снимается только полпроцента снятой вашей суммы и пункт номер два это кредитные средства этот пункт я не хочу даже вообще затаривать потому что мне нету 18 и монобанк приватбанк они не могут выдать мне кредит хоть какие-то средства поэтому это мы сможем сразу пропустить и третий пункт это пункт интернет оплат все мы любим задонатить в дотку на какой-то красивый шмот на какую-то там ему гортолку или в кресго на какой-то крутой скинец там на калаш или на ямочку и я вам так скажу что под банки есть маленькая до комиссии я не вам не могу сказать сколько точно там процентов но комиссия есть монобанке этой комиссии вообще нету мелочь но все же это очень приятно эта карточка оборудована чип чипом и оборудована сразу бесконтактной системой оплаты когда юниорка это просто обычная карта с магнитной лентой по поводу мобильного приложения здесь отдельные просто истории и предлагаю я начать сразу с приложения монобанка здесь сразу выведены три кнопки это пополнить карту мы можем буквально почти любыми способами привести на карту и выбрать другие платежи скажу сразу что монобанка это еще находится в доработке то есть с каждым разом постоянно у вас будет добавляться все новые и новые фишки о которых вы можете почитать когда обновляете это приложение в плеймаркете вот и монобанке есть одна маленькая одна маленькая особенность вы можете перевести деньги пользователю которые есть у вас в контактах вот например давайте отправим миша гривну одну с комментарий привет миша ты попал видео бум платеж уже отправлен дальше если мы сделаем спайп вправо у нас будет виртуальная модель нашей карты где будет написано код карты и при нажатии у нас будет показываться cvv код также этой панель настроек тут мы можем настроить карту мы можем изменить пин-код мы можем заблокировать возобновить карту мы можем проводить с ним манипуляции также здесь показывается лимит интернет оплату и это маленький как по мне минус потому что хоть этот лимит и можно принципе убрать но так как мне нету 18 этот лимит у меня с каждым месяцем увеличивается то есть если у меня он стоял тысячу я купил у них некоторые посылочки которые вы скоро увидите моих видео которые по идее должны улучшить качество контента так вот был тысячу то сейчас у меня он уже становится 10000 дальше он также тут есть расстрочка есть депозит и приятной особенностью монобанка есть то что у него есть постоянный кэшбэк кэшбэк этот он настраиваемый то есть вы можете выбрать две категории кэшбэка буквально каждый месяц категории куча также если перейти в оплатку еще можно увидеть курс доллара и контактной информации вот так же есть напоминание что касается приложение приватбанка она очень монотонная но его можно настроить как на дневной режим то есть где будет все белые так и на ночной режим где мы все будет таких серых оттенках как по мне и она все-таки уступает приложению монобанка чисто за счет того что я люблю когда все разноцветные тому подобное но это уже дело вкуса здесь я не могу какой-то выделить плюс или минус также здесь можно управлять картами если монобанк у вас только одна карта которую вы получаете ну не подразделение а такой как бы . этого монобанка то здесь вы можете создать несколько интернет карт причем на любые валюты вот как можно посмотреть у меня есть две интернет карты которыми я довольно успешно пользуюсь интернет покупках это в долларах и в евро потому что как говорится на всякий случай также здесь круглосуточная онлайн поддержка но если выделить то что эта поддержка использует только это предложение или же сайт приватбанка то монобанке есть такое преимущество что поддержка работает в телеграме вайбере и фейсбук по моему но это не точно также здесь будет намного больше разных фишек таких как оплатить коммуналку или же заказать интернет билет на поезд или автобус дальше есть очень удобный очень удобная система оповещения в принципе и все это все что я могу выделить в этих поражениях очень удобные очень классные и в принципе все таки мой голос в этом случае останется нашем сравнении за предложение монобанка за счет того что она более красочная за счет того что она более удобная как по мне но это сугубо в мое личное мнение и вроде бы под конец нашего теста хотелось бы выделить некие минусы начнем все таки с монобанка монобанк может вам полностью предоставить весь спектр услуг своего банка кроме кодектного лимита до 18 лет то есть такому школьнику там в 11 10 класс абсолютно используйте все что хотите любые переводы любые платежи абсолютно все абсолютно без каких-либо почти лимитов кроме интернет покупок кроме кредита но у монобанка есть существенный минус так как этот банк только начинает набрать обороты у него очень мало точек выдачи карт то есть карту можно получить только в региональном центре если я нахожусь в городе ахтырка сумская область можете загуглить это маленький провинциальный город то здесь карточку я не смогу никак получить даже по почте и и не отправляют поэтому чтобы получить эту карту мне пришлось ехать в харьков и оттуда уже в кармане и и получить получить и это карта немножко труднодоступная потому что мои друзья которые хотят ее получить они не готовы ехать в сумму в полтаву или в харьков ну там киев друзья города чтобы получить эту карту дальше приватбанк и сейчас я буду говорить только только за карту юниорику ее к ее минусам может отнести то что в момент выдачи карты и не в уроке с вами должен должен быть тот у кого есть карточка универсальная тому как какому которому уже больше 18 лет и ему при каждом пополнении при каждом снятии или другими манипуляциями на балансе карту будут подходить и смс уведомления как бы здесь это не существенный минус но когда вы захотели там пополнить например в пабе какую-то вещичку купить пополнить деньги и по-быстрому чтобы мама не заметила чтобы про это никто не знал увы монобанк карточка зарезистрирована полностью на ваше лицо потому что к этому карту можно получить с момента получения паспорта и под конец нашего сравнения я хотел бы отдать свой голос за карту монобанка потому что в ней у нее есть ряд фиш и это карта как по мне она более стильная но более классная но это сугубо мое мнение дальше решать вам я показал я хотел показать в этом видео только те функции только то что может может предоставить мне тот или иной банк в случае того до 18 лет все ссылочки на банки я оставлю в опис я оставлю внизу в описании под этим видео надеюсь вам понравилось это видео и вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал всем спасибо и пока